Прекрасный день Благородное дело Привет и добро пожаловать в Осло, Норвегию. Сегодня прекрасный день. Я нахожусь в лесах под Осло. Мне кажется, мы вдали от всякой цивилизации. Здесь совсем ничего нет, кроме деревьев и нетронутого снега. Можно сказать, что Осло, Андреас Вьеста, находится на периферии Европы, вдали от всего остального. Но этот город всегда имел международную ориентацию. Он выходит на фьорд и сближает все остальные части света. В сегодняшней передаче мы посетим интернациональный Осло. Я начну с того, что приготовлю экзотическое блюдо из курицы, с корицей и шафраном. Затем мы посетим важнейшее международное мероприятие – церемонию вручения Нобелевской премии мира. А также ресторан со скромным названием «Багатель», который является лучшим в стране. В красочном районе Грюнланд мы узнаем, как можно приготовить традиционные норвежские ингредиенты, такие как треска и картофель. Первое блюдо, которое я сегодня приготовлю, довольно необычное. Особенно, если вспомнить, что оно норвежское. Можно подумать, что это блюдо норвежский повар подсмотрел на отдыхе в Марокко. Это не так. Несколько лет назад я написал книгу о норвежской кухне. Во время своих исследований я обнаружил рецепт, который оказался самым древним. Это блюдо готовили еще в Средневековье и в 14 веке – курица с корицей и шафраном. Вот мой вариант. Для начала возьмем две палочки корицы. Многие знают корицу только как порошок, напрасно. Когда корицу толкут, часть ее аромата улетучивается в первые несколько часов, не говоря уже о днях, неделях и месяцах. Лучше всего толочь корицу в ступки пестиком. Затем кладем шафран. Эта специя стоит невероятно дорого, но при этом дает невероятно сильный эффект. Щепотка шафрана даст вам море цвета и море вкуса. Выливаем это в салатник. Добавим немного муки. Благодаря этому во время жарки на курице образуется замечательная корочка. У меня тут четыре куриных бедра. Вы можете взять любое растительное масло. Это рапсовое масло. Тщательно натираем. Специи покроют курицу со всех сторон. А ваши руки испачкаются в масле. Теперь эти куски нужно быстро обжарить. Да, чуть не забыл. Немного посолить. Мы не будем жарить курицу до готовности, просто немного подрумяним. Видите, какой цвет? Мне всегда казалось, что это блюдо немного напоминает марокканский стиль. А в Марокко такие блюда из курицы обычно сервируют с кускусом. Ну, я сомневаюсь, что про кускус в Норвегии узнали ранее 70-80-х годов 20-го века. А вот что сервировали с такой курицей в Средневековье. Ячмень. Его надо замочить в воде на 6 часов. В данном случае я взял куриный бульон. Добавлю сюда немного специй, но это будут другие специи. Лавровый лист. И и лицу. Самое красивое по форме приправа. Сегодня у многих с ноткой сладости ассоциируется именно ближневосточная кухня. Но если вы почитаете средневековые кулинарные книги, то обнаружите сладкие ингредиенты почти в каждом несладком блюде. Итак. Пара больших горстей изюма. Кладем курицу. Мы будем запекать все это в духовке при температуре 175 градусов по Цельсию в течение двух часов. Готовый ячмень разбухает почти как рис или кускус. Можно сказать, это первый скандинавский кускус или ризотто. Вкусно пахнет. Я использовал только один, и лицу. Однако здесь все равно хорошо чувствуется его аромат и сладость корицы. Сложно описать вкус шафрана, но у него очень-очень характерный запах. Думаю, это блюдо выдержало испытание временем. Его готовили в течение 800 лет. 800 лет в начале. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Альфред Нобель был шведским курицем. Альфред Нобель был шведским курицем. Альфред Нобелевским промышленником 19 века. Он создал огромную компанию. Кроме этого, именно он изобрел динамит. Перед своей кончиной он учредил фонд. Из него должны были выплачивать Нобелевские премии по химии, медицине, литературе и во многих других областях. Все они вручаются в столице Швеции – Стокгольме. Однако Нобель решил, что одна премия должна назначаться норвежским парламентом. Это Нобелевская премия мира. Главный вопрос – почему Норвегия? Никто не знает, почему Нобель принял такое решение относительно премии мира. Причину можно найти лишь в миролюбии страны. Норвегия более 400 лет не начинала никаких войн. В конце 19 века про большинство европейских стран нельзя было сказать того же. Мне кажется, норвежцы очень гордятся такой своей миссией. Вот зал, в котором все решается. Это зал комитета. Вокруг этого стола пять членов Нобелевского комитета решают, кто получит очередную Нобелевскую премию мира. Здесь со стен пристально смотрят прошлые лауреаты. Должно быть, члены комитета чувствуют, как на их плечи ложится гнет огромной ответственности. К счастью, комитет по присуждению Нобелевской премии принял мудрое решение. Члены комитета не получают премии, но могут порадовать себя этим. Шоколад с портретом Альфреда Нобеля. Это вкусно. Мы находимся в Осло, Норвегии. Здесь с 1901 года самых достойных людей и организаций награждают легендарной Нобелевской премией. Когда объявляли лауреатов за последние годы комитет по присуждению, Нобелевская премия решил, что премия мира за 2007 год будет разделена на две равные части. Да, ее сломали пополам и отдали межправительственной группе экспертов по изменению климата ООН и Альберту Гору. Так были оценены их усилия по сбору и распространению знаний. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ В Осло есть множество ресторанов, часть из них интернациональны, но ни один не превзошел этот ресторан – богатель. В этом храме кулинарного искусства шеф-повар Авент Хеллстром использует в основном норвежские продукты лучших в мире лососей, гребешков и норвежских омаров. Я уже чувствую запах, мне не терпится попробовать. Пробуйте, их надо пробовать, пока они горячие. Неплохо, да? Этот лосось хорош, текстура. Сказочно. Можно говорить о приготовленном и сыром лососе, но есть нечто среднее, это и называется совершенством. Происходит следующее. Вы нагреваете рыбу, омаров и гребешков до такой степени, чтобы белки начали сворачиваться. Данный процесс происходит внутри мяса. Не надо готовить до тех пор, пока продукт не утратит свою влагу и вкус. Только так вы получите лучшее из морепродуктов. Прекрасно. Это вкусно. И все очень просто, стоит только взять верные ингредиенты. Когда я попал в ресторан «Богатель», мне показалось, что это настоящий рай и мой приют. Я прихожу рано, а ухожу поздно. Но сегодня мне еще предстоит много сделать, много сказать. Придется уйти после одного блюда. Большое спасибо, шеф. Мне было очень приятно. Спасибо, как всегда. Это самая старая часть Осло. Вот средневековый парк, а это церковь, возведенная в начале XIII века. А вот современный Осло. Тут есть два небоскреба, финансовый округ и новое здание оперного театра. Здесь неоднократно велись археологические раскопки. Помимо всего прочего, ученые нашли вот это. Явное свидетельство того, что торговля велась тут много веков, если не тысячелетия. Норвегия всегда торговала с остальными странами. До недавнего времени страна была гомогеной. Но в последние десятилетия все радикально изменилось. Самой крупной неевропейской группой является пакистанская община. Они оказывают большое влияние на норвежское сообщество, в том числе в сфере кулинарии. Норвежцы стали более смелыми в отношении специй. Представители двух разных групп немного друг друга высмеивают. Бакистанцы называют норвежцев «алу», что означает «картофель». Это вызвано тем, что норвежцы склонны традиционно сервировать картофель за каждой трапезой. Мне не хочется опровергать это утверждение. Сегодня я приготовлю картофель. По моим весам здесь около килограмма. Это чуть больше двух фунтов картофеля. Я приготовлю его с небольшим индийским или пакистанским секретом. Позади меня находится новый оперный театр. Построить его было непросто, но здание прекрасно смотрится. Впрочем, это надо слышать. Как свидетельствуют курицы, шафраном и корицей по рецепту 14 века, в норвежской кухне всегда использовали специи. Впрочем, был период, когда норвежцы во многом себя ограничивали. Сегодня я перехвачу инициативу пакистанской общины. Мы приправим традиционное норвежское блюдо типичными индо-пакистанскими специями. Для начала я приготовлю пирог. Традиционный рулет из свернутого бисквита. Он необычен тем, что это будет пирог карри. У меня есть желтый порошок карри. Его надо попробовать заранее. Нельзя, чтобы чеснока было слишком много. В смеси может быть немного молотого чили. Как вы знаете, желтый цвет дает куркума. Пирог будет красиво выглядеть. Он будет очень острым на вкус. Мне кажется, это удачное сочетание. Вы хотите, чтобы пирог получился очень сладким. Но в таком случае это совсем неинтересно. Я скручу вот этот бисквит, но сначала мы сделаем начинку из ягод. Здесь у меня сметана, смешанная со сливочным сыром. В некоторых рецептах говорится, что сметану и сливочный сыр нужно также смешать с сахаром. Мне кажется, при таком сладком бисквите, как у нас, в этом нет нужды. Добавим ягоды. Это черника. А затем малина. Всем кажется, малина – сладкая ягода. Но на самом деле она очень-очень кислая. Будет замечательно, если мы добавим в наш пирог ее кислоту, свежесть и аромат. Теперь самое сложное и интересное. Бисквит нужно очень аккуратно завернуть. Если мне не повезет, он разломится. Но мы в любом случае можем сказать, что главное – вкус, верно? Отрежем тонкий кусочек. Вкусно. Но вы же знаете, мужчина не может питаться одними пирогами. Ему нужна треска и картофель. Я начну с картофеля. Натрем. Потом я натер четыре картофельных. Как видите, это очень напоминает приготовление картофельных хаш-браунов. А вот и отличие – имбирь. Я натру его довольно много. Нужна примерно столовая ложка или около того. Мне хочется сделать картофель пряным, но не острым. Добавляем толченый фенхель, соль и перец. Довольно большое количество. Я сделаю из этого пирожки, чтобы они держались. Мы немного схитрим. Добавим сюда чуть-чуть муки. Обычной, универсальной муки. Одну-две столовых ложки. Я готовлю картофель на сливочном масле, но вы можете взять растительное. Мне кажется, ничто не заменит богатый и насыщенный вкус сливочного масла. Если вам захочется придать блюду пакистанский колорит, возьмите ги – очищенное коровье масло. Они выглядят прямо как хашбрауны. Единственное, что их отличает – вот эти маленькие точки. Это семена фенхеля. Изумительно пахнет. Запах свежего имбиря даже лучше, чем у жареного блюда. Он более сильный, сладкий и в то же время более озорной. Сейчас я приготовлю треску. Мы приправим ее смесью специй для жарки в тандури, этой жгучей, острой, красной смесью. Мне кажется, это красиво смотрится. Я обваливаю рыбу в специях, чтобы торец куска остался белым. Обжарим треску на сковороде, используя как можно меньше жира. Жарим рыбу при среднем жаре, примерно 5 минут на первой стороне, и переворачиваем. Пусть готовится еще 2 минуты на другой стороне. Я сервирую это с томатами, невероятно вкусными томатами. Вот оригинальный способ приготовления самых обычных томатов из магазина. Вас ждет взрыв разных вкусов. Вырезаем основание плодоножки, а сейчас я его слегка приправлю. Сегодня это 4 зубчика чеснока и лицуум. Я использую весь плод лицуума. Их надо вдавить прямо в томат. А теперь кубик сахара. Мы запечем томаты в духовке. На это уйдет довольно много времени. Начнем с температуры 175 градусов по Цельсию. Примерно через полтора часа снизим ее до 210 градусов по Фаренгейту. Это около 100 градусов по Цельсию. И оставим еще на 2 часа. Результат вас поразит. Эти сморщенные томаты – настоящие бомбы вкуса. Они очень сладкие и будут прекрасно сочетаться с солоноватой треской. Настоящая бомба. Думаю, мне не хватает только чего-то кислого. Поэтому я взял кольца репчатого лука и замочил их в уксусе. И много семян кориандра. Положим немного сбоку, как гарнир. Я считаю, это блюдо изумительно. Очень знакомое и в то же время новое. Как много. Привет. Привет. Ты не могла бы мне помочь? Я считаю, это блюдо изумительно. Я считаю, это блюдо изумительно. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин